Есть два типа плоских кровель. Конечно, модификации больше, но основные два простые. Первый, когда идет бетонная плита, плита перекрытия, потом идет утеплитель. По утеплителю мы делаем разуклонку, для того чтобы иметь возможность отводить воду к воронкам. И уже по этому слою накатывается слой гидроизоляция, которая, собственно говоря, нашу воду и удерживает здание от того, чтобы вода проникала в конструкцию дальше. Второй тип кровли это инвестиционная кровля. В чем смысл? Плита перекрытия, потом идет сразу разуклонка, то есть мы не утепляем, а сразу по плите делаем разуклонку. Гидроизолируем, потом на гидроизоляцию укладываем, не приклеивая, никак не закрепляя утеплитель. Это обычно эксклюзионный пенополистирол, без названия компании. И его засыпаем просто природичным слоем гравия. В чем плюс и отличие от обычной эксплуатируемой кровли? В том, что у меня решетка, которая прикрывает воронку водосточную, дополнительно еще закрыта большим фильтрующим слоем гравия. То есть ситуация, когда у вас на воронку случайно надуло пакет, а такое было в моей практике, правда не с моим домом, а с госучреждением, но я это видел, когда кровля превратилась в бассейн с метровым слоем воды. Один пакет надуло. Когда мы используем инерсионную кровлю, эта ситуация невозможна в принципе. То есть вот гравий, он фильтрует все, что может упасть к вам на крышу, что может надуть. Здесь вы видите, деревья довольно высоко, и листва с хвоей все-таки туда попадают. При этом проблем с водостоком с крыши у нас нет никаких и не будет, я надеюсь. Плюс ремонтопригодность, даже если вдруг что-то где-то случилось, мы немножко разгребли гравий, сняли пару плит утеплителя и восстановили гидроизоляцию, ежели каким-то непонятным образом она оказалась повреждена. Я не знаю откуда ли пошли легенды. Вернее могу предположить, впервые это стало применяться в 20-30-х годах прошлого века. Дома коммунны вот на Шаболовке, на Эльтозаводской. Довольно старые дома с плоскими кровлями. И соответственно, наверное, через 35-40 лет эти кровли, видимо, требовали бы какой-то реконструкции и ухода. Если этого не делалось, то они текли. Соответственно, вот может быть так и формировался странный образ того, что плоская кровля всегда плохо и всегда протечки. Нет, не так. Более того, она снимает практически все проблемы, связанные с нашими снегопадами. Вы когда-нибудь видели, чтобы на многоэтажках, на наших, на 16, на 20 этажках, на 9 этажках появлялись зимой люди, которые через парапет сбрасывают снег на улицу? Нет, не видели. Почему? Потому что это не нужно делать. Даже если там снег завалит по самые парапеты, он весной просто растает. А вот на наших любимых скатных кровлях в центре Москвы мы каждую зиму видим людей, которые пристегнуты к лееру и лопаткой сбивают снег. Почему? Потому что он может обрушиться вниз самостоятельно, внеожиданно. А с плоской кровли этой проблемы нет. Плюс внутренние водостоки, если мы их делаем внутренними, здесь тоже одна особенность. Желательно, если вы применяете эксплуатируемую кровлю, водостоки ввести внутри здания. Они у вас никогда не замерзают, вам не нужно прокладывать дополнительные кабели для обогрева, то есть вы не имеете никаких проблем с нашим суровым климатом. Поэтому я настаиваю, что это лучший тип кровли. Ларчик открывается просто, нужно делать, соблюдая технологию. Нельзя накатывать гидроизоляционный слой на этой кровли зимой. Хорошо бы это делать летом. Точно так же, как мы же удивляемся, когда наши дорожные службы кладут асфальт осенью в воду или в снег. Понятно, что дорога развалится. То же самое и с плоской кровли. Если ты делаешь все вовремя и по правилам, то она будет служить десятки лет и не будет приносить никаких с собой фокусов и неприятностей.